Знакомство с МФЦ для ивантеевцев происходит по-разному. Кто-то приходит сюда впервые за справками, кто-то для оформления недвижимости или прописки, или регистрации, или, например, для получения своего самого главного документа. Первый раз сыну исполнилось 14 лет, и мы попросились в МФЦ за паспортом. Очень хорошо, девочки такие внимательные, подошли, и все объяснили, сами все набрали. С 1 августа к нам перешел паспортный стол, 1 октября он перешел в полном размере, то есть жители практически, за редким исключением, всех домов в МФЦ теперь приходят за выписками из домовой книги, за справкой о составе семьи, за, в конце концов, пропиской именно к нам. И вот такой переход этих услуг в МФЦ позволил, по сравнению с тем, как они раньше оказывались, увеличить время приема для населения по вот этим услугам с 36 до 84 часов в неделю. В 2017 году МФЦ Ивантеевке обработал более 156 тысяч заявок. Это значит, что в среднем каждый житель города обратился в центр более чем два раза. И такие темпы роста количества обращений, безусловно, сказались и на состоянии очереди в нашем МФЦ, что особенно острым мы пережили осенью этого года. Сейчас с этой проблемой мы в целом, в общем, справились, набрали дополнительных сотрудников, немножко перераспределили по-другому внутреннюю логистику документов, разобрались с расположением окон приема. На этой неделе открываем 15-е дополнительное окно приема. Из намеченного также в первом квартале следующего года перепланировка помещения. Все для того, чтобы равномерно распределять категории заявок и обратившихся по ним жителей, что опять же должно повысить пропускную способность МФЦ и сократить время ожиданий в очередях. С этой же целью было принято решение увеличить количество рабочих часов в неделю. Многофункциональный центр работает с 8 утра до 8 вечера, с понедельника по воскресенье включительно. В ноябре месяце мы перешли на 7-дневную рабочую неделю, и это очень полезное нововведение. Жители его оценили, и я всех приглашаю, у кого, может быть, получается, у кого нет времени и возможности прийти в будний день в МФЦ, кто работает в Москве. Мы теперь работаем по воскресеньям. В воскресенье график работает точно такой же с 8 утра до 8 вечера, без перерывов. То есть целую неделю мы работаем по этому графику. 30 декабря в субботу мы работаем на выдачу готовых результатов. То есть, к сожалению, уже приемы не сможем принимать. И 31 декабря в воскресенье, выходной день. Новогодние же каникулы в МФЦ продлятся, как и по всей стране, с 31 декабря по 8 января. Работа возобновится утром 9 января во вторник.